Доказано и факт В общем, для чего нужна таки каллиграфия в наше время, я решила узнать у Елены Валерьевны Ковалых, кандидата филологических наук, доцента кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного Псковского государственного университета. Елена Валерьевна, считается, что каллиграфия – это одно из направлений изобразительного искусства, а еще ее называют искусством красивого письма, которое, допустим, обладатели смартфонов и любители смартфонов абсолютно не обращают внимания или совсем мало обращают внимания, но ведь это пренебрежительное отношение к каллиграфии – плохая новость для нашего мозга. Это так? Ну, вот что считать каллиграфией? Вы взяли только одно значение, как одна из отраслей изобразительного искусства, действительно так, но можно рассматривать каллиграфию и в таком обычном утилитарном понимании, представлении, как школьное. Да? Вот эта способность четко, красиво, разборчиво писать от руки, причем опираясь на определенные образцы, которые даются в школе в младших классах, в первом классе. Вот, и что здесь учитывается? Здесь нужно соблюдать правила строки, выдерживать поля, придерживаться одинакового размера наклона букв. Вы знаете, какой наклон букв должен быть? Оказывается, есть норматив 65 градусов. Ничего себе. То есть в тетрадях для первоклашек как раз-таки вот эти косые линейки, они под углом 65 градусов, правильно? Да, это норматив, да, для того, чтобы отработать правильный наклон, потому что это дает наиболее удобное расположение, то есть оно как раз и ведет руку в нужном направлении, да, чтобы соединять буквы, правильно их отрисовывать и так далее. То есть вот это все продумано уже на протяжении многих десятилетий, да, отработано, и действительно терять этого не хотелось бы. Я, кстати, могу сказать, что, например, в Японии даже сотрудники фирм в обеденные перерывы занимаются каллиграфией. Вот, я, кстати, хотела этот момент с вами обсудить. Я тоже об этом слышала и была очень удивлена, что действительно в обед они занимаются каллиграфией, и что это, ну, это не просто отработка, да, красивого письма. Это, в первую очередь, еще и заставляет работать нашу голову совершенно по-другому. В Китае у нас были китайские студенты, и там у младших школьников обязательно уроки каллиграфии, отдельные уроки, и у студентов тоже есть занятия, и это помогает организовать вот такую мозговую активность, как-то повернуть мысли в нужном направлении. И вообще есть такое мнение, что вот профилактические возможности каллиграфии, да, они близки к иглорефлексотерапии и гимнастике цигун. То есть вот эти вот такие плавные движения, совмещенные с правильным дыханием, вот это все учитывается, да, и прорабатывается на каллиграфии также. То есть вот эти каллиграфы, они ведь все дышат по-другому, и движение руки у них особенное, и вот этому обучают, это помогает, ну, вот в разных областях. Вообще любое новое знание, да, и любой новый навык, он развивает новые нейронные связи, а это полезно всем, да. Можно даже во взрослом, ну, как сказать, состоянии, да, заняться этим, так, и в интересах просто, для собственного развития. Вот ученые считают, что это очень даже полезно. Ну вот я тоже такую вещь прочитала про каллиграфию, что она действительно, она еще и тренирует терпение, да, вот как вы говорили, вот люди, которые профессионально этим занимаются, у них и дыхание совершенно другое, и усидчивость совершенно другая, а еще говорят, что, ученые говорят, да, что пульс во время занятий каллиграфией замедляется, и кровяное давление даже снижается. То есть это даже настолько полезно для здоровья получается, это занятие. И вот ученые считают, что каллиграфия может облегчить состояние пациентов с болезнью Альцгеймера и тяжелыми расстройствами психики, а также с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. То есть чересчур подвижным детям надо все-таки давать пропись и просить их, видимо, красиво писать. Конечно, конечно. Считается, что каллиграфия дисциплинирует мышление, да, стимулирует творческую активность сознания, это мелкая моторика, да, движение определенных мышц рук и пальцев, запястьей, да, которые активизируют особые центры головного мозга. И это, конечно, очень полезно в любом возрасте, особенно в детском, когда только формируются эти умения, навыки, да, и развивается мозг. Это вот, видимо, с этим и связано, да, что сейчас очень много предложений от детских центров, где педагоги готовы научить красиво ребенка писать. Да, но тем более, что сейчас дети все больше развивают пальцы, да, на экране мониторов, телефонов и так далее. Я, кстати, слышала, не знаю, насколько это верно, но слышала, что сейчас в Финляндии хотят ввести компьютеры уже в младших классах, отказаться от письма рукой, да, и просто считают, что это уже не нужно, это такой эксперимент. Но я вот думаю, что такие эксперименты, да, все эксперименты сначала на животных проводят, а тут, конечно, это невозможно, но такие эксперименты могут плохо закончиться, потому что время уже назад не открутишь, да, и ничего не вернешь. То есть это может оказаться, ну, посмотрим, что будет, в конце концов, это их дети, и им потом исправлять эти ошибки, если они возникнут. Но я против таких экспериментов на наших детях, например. Ну, будем надеяться, что до нас это модное веяние не дойдет. Все-таки у нас будет параллельно существовать и письмо нам привычное, наши смартфоны, которыми мы активно пользуемся, и дети будут уметь и то, и другое. Елена Валерьевна, скажите, пожалуйста, а имеет ли значение, чем мы пишем? Ручкой, карандашом, фломастером или, как раньше вот писали, пером? Ну да, представители старшего поколения помнят, что сначала писали карандашом, полгода, по-моему, и если у ребенка уже оказывалась достаточно поставлена рука, ему разрешалось переходить на перо и чернила. И, конечно, перо требовало определенного наклона, иначе возникали кляксы, царапалась бумага и так далее, да? Переход на ручку, конечно, облегчило задачу школьникам, но как-то их расслабило, получается, так. Все-таки перо больше организовало руку. Ну, в принципе, и сейчас, если говорить о каллиграфах, то они пишут кистями и перьями, вот, на определенной бумаге, с помощью туши, акварелью пишут и так далее. Вот, ну, красивое письмо, ведь мы говорим сейчас, наверное, не об искусстве, а скорее о том обычном письме. Да. Да, то можно, конечно, писать и ручкой, и карандашом, то есть больше нажим давать, тогда будет утолщение линии, то есть можно это в себе развивать, можно этим заниматься, да? И ручкой можно писать красиво, причем есть такие интересные методики, которые разрабатывают педагоги при работе с маленькими детьми, вот, как раз, чтобы совмещать вот этот процесс написания с правильным дыханием и с ритмикой. То есть они говорят, что нужно выделять отдельные элементы, да, почерк, отрабатывать каждый из них, и при этом нужно это делать в такт или по команде. То есть это как ритмический рисунок, да? Вот как в музыке есть ритмический рисунок, так и здесь получается. Верно, верно. Вот есть такое убеждение, причем оно основано на фактах, что если придерживаться строгого размера ритма, то можно легко освоить быстрый и красивый почерк, то есть пишут в такт. Неожиданно. А ведь, смотрите, это тоже интересно, это близко к тому, о чем мы с вами говорили, о дыхании. То есть вот главное уловить эту систему, но, к сожалению, не все дети у нас добираются до таких занятий, да, и не все учителя готовы предоставить это знание детям, вот. А главное ведь детям что нужно? Чтобы это было в игровой форме, а если это просто выставление палочек, крючочков, это может быть скучно. Это только отвращает детей от работы. А есть интересные пособия, когда из этих крючочков, палочек, овалов создаются какие-то рисунки, да. То есть можно по-разному повернуть эту работу, и я знаю, что есть замечательные специалисты в этой области, которые как раз все поворачивают в игру, и тогда действительно такие занятия вызывают удовольствие у ребенка, да, желание учиться, желание работать. В конце концов, это творчество. Я согласна с вами. А вот, Елена Валерьевна, а что вы посоветуете взрослым? Допустим, если им нужно что-то важное запомнить, это лучше записать в блокнот, в записную книжку, или где-то напечатать быстро, там, в телефоне сохранить, в закладках? Ну вот я не считаю себя специалистом в этом области. Я бы сделала все. Главное, не забыть это сделать, правда? Ну да. Бывает, что мы запишем и забудем, куда. Такое тоже бывает. Как-то таблетка, которая, да, для памяти. Только забываю ее все время выпить. Вообще, каллиграфическое письмо действительно очень интересно. Это искусство, целое искусство. И я, ну, рекомендую, может быть, тем, кто чувствует в себе такую склонность, да, обратить на это внимание, позаниматься этим, потому что это действительно очень интересно. И вот когда говорят о каллиграфии, обычно говорят о богатых традициях Европы, Ближнего Востока, Китая, Японии, да. Ну, у них там целая философия, конечно, и это чудесно. Это так интересно наблюдать. Писанное слово – это талисман, а сам процесс писания – это магическое действие. Это же просто чудо какое-то. Но мы забываем, что у нас тоже есть каллиграфические традиции. Русское письмо – необычайно красивое. Русская вязь, русский устав. Не так давно я была в музее, в палатах Постниковых, да, и я очень советую, кто еще не был, сходить туда, там есть книги, замечательные книги 16-17 века. Какие там буквы, какое там письмо – это произведение искусства. Просто не верится, что это все руками выведено, вырисовано. Вот действительно это чудо какое-то. Это не книга, а картина настоящая. Огромное удовольствие получите. Здорово. Обязательно воспользуемся вашим советом, да. Посмотрим. Наверняка и для написания таких книг люди специальные подбирались, да? Конечно, конечно. Ну вот на Руси каллиграфами были такие специальные переписчики, да. Они создатели таких уникальных рукописных книг. Это люди, которые обладали действительно такими, ну, практически сакральными знаниями. Вообще отношение было к грамотным людям, да, такое особенное, как обладателям каких-то тайных знаний, да. Конечно, мы должны сказать, что в Древней Руси многие были грамотными, да. Мы об этом часто забываем, вот, и думаем, что когда-то люди русские были неграмотные, да, до революции совсем неграмотные. А вот в Древней Руси, оказывается, многие могли переписываться, бытовые записочки писали на берестяных грамотах и так далее. Вот, но вот такое красивое каллиграфическое письмо, да, требовало определенного мастерства, конечно же. Ну вот, например, считается, да, что каллиграфическая техника письма, она трудна для освоения, вот, не только из-за сложности, да. У нее есть свои какие-то нормативы, какие-то требования. Но и потому, что она сопряжена с какой-то вот такой глубиной психосоматической перестройки всей личности. То есть это требует определенного настроя. Переписчик обязательно молился перед тем, как начинать работу, вот. То есть нужно было обязательно настроиться, да, получить благословение и тогда только работать. Это действительно высокое искусство. А вы сами, Елена Валерьевна, любите писать именно ручкой? Да, я больше пишу ручкой, конечно. И несмотря на то, что это, может быть, где-то немножко увеличивает время, да, затраченное на какую-то определенную работу. Да, я так лучше запоминаю. Если я пишу ручкой, то я лучше запоминаю. На компьютере, ну, это не так откладывается в голове, если я набираю на компьютере. В общем, мы всем посоветуем быть внимательными к письму именно ручкой, да, нашего превышенного. Я вот еще, если можно, сказала бы. А вот как вы относитесь к письму, вот когда вы видите текст написанный, вот как он написан? Красиво, некрасиво? Ведь это тоже как-то формирует образ человека, правда? Да. Как он одет, как он выглядит, опрятно, неопрятно. Там ведь для нас не очень важно, модно, не модно. Нам важнее, опрятен он или нет, потому что это говорит о самоуважении человека. Да, я сегодня знаю. И письмо тоже. Я, правда, должна отметить, что не всегда плохое письмо – это вот какой-то не совсем умный или воспитанный человек. Я знаю людей, которые очень глубокие, умные, интересные, но у них отвратительный почерк. Это совсем не показатель, но, с другой стороны, ведь мы как-то человека оцениваем, то есть у нас возникают какие-то ответные эмоции на то, как человек пишет. Например, если какой-то документ, вот раньше паспорта, да, вот сейчас они печатаются, все сведения, а раньше они вписывались от руки. И если документ заполнялся некрасивым почерком, то это вызывало какие-то отрицательные эмоции, отторжения, правда? Да, конечно. Это было неприятно просто. А когда документ заполнен красивым каллиграфическим почерком, вот тогда этот документ несешь с гордостью. Да, я с вами согласна. И ведь не случайно мамы детей начальной школы, когда они пишут, говорят, вот посмотри, как ты написал. Ведь это будет читать твоя учительница. Вот так вот, значит, ты относишься к своему учителю. И к себе. И к себе тоже, да. Потому что, да, это самоуважение, прежде всего. Что вы пожелаете нашим радиослушателям? Воспринимать каллиграфию просто как, ну, просто как чистописание или все-таки относиться к ней с уважением и стараться самим тоже пытаться писать красиво? Ну, я не возьму на себя смелость что-то советовать нашим слушателям. Каждый выбирает для себя, правда? Да, конечно. Вот. Поэтому я просто предлагаю подумать об этом. У вас всегда есть возможность поработать над своим почерком. Ну, так же, как поработать над собой. Улучшить что-то в себе, в частности, почерк. Самосовершенствоваться. Надо постоянно самосовершенствоваться. Можно начать с почерка. Замечательные слова, Елена Валерьевна. Спасибо. Да, спасибо огромное, что вы с нами поговорили на такую, на мой взгляд, очень интересную тему. Спасибо за интересную тему, которую вы предложили к обсуждению. Я надеюсь, что многие нас послушают, действительно, как-то пересмотрят свой взгляд на свой почерк и действительно начнут свое самосовершенствование с красивого почерка, с красивого письма. Спасибо. Спасибо огромное. И всего вам доброго. До свидания. Напомню, о каллиграфии и пользе красивого письма нам рассказала Елена Валерьевна Ковалых, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного Псковского государственного университета. А я с вами прощаюсь, уважаемые радиослушатели. До встречи на волнах Радио России Псков. Продолжение следует...